Здравствуйте, друзья. Мышь выставляет для вас фотоматериал, за который вы голосуете, как за материал, с которого хотелось бы написать картину. И вот есть такая фотография Волка. И, конечно, честно говоря, я не ожидал, что он такой успех будет иметь. Он имел значительный перевес по отношению к другим отобранным фотоматериалам. И я сейчас буду показывать, как с ним лучше быть. Итак, у меня, как всегда, в последнее время широкая кисть, широкая и плотная. Это строительные кисти. Цена им там 35-40 рублей. Стоит завести их... Покупать их стоит по 30 штук, потому что только ты сегодня купил, все еще раз приехал, а их уже нет. Или есть следующая поставка через месяц. Поэтому, как только вы нашли хорошую фирму с хорошей толщиной ворса, с щетиной или имитацией, умной имитацией щетины. Не синтетика. Вот это вот есть синтетический. Вот. Берите их штук 30 и на 1000 рублей можно взять 30 штук. И тогда у вас будет удобная для работы вещь. Благородные кисти все-таки жалко трепать, как мы треплим эти кисти. Сейчас вам покажу. Благородные кисти. Ну вот одна из благородных, но жалко ей вот. И ей толщины не хватает. Видите, какая ширина. А здесь плотный ворс и собран все-таки в такую нерастопыренную плотность. Итак, взял кисть, взял разбавитель. Кисть побывала в бою, но так немножко припачкалась. Поэтому то, что в ней есть уже какой-то цвет, не страшно. Это я метнул разбавитель. Чистый разбавитель. Теперь метнул белило. Черный. Первое, что я сделаю, это просто избавлю холст от его сухости. Чтобы в него удобно было загонять всякие цветики и тональности. Чтобы он не был сухомястый. Такая акварель-акварель. Формат близкий к 50 на 70, поэтому вот я 50 на 70 взял и им работаю. Больше черного с розовым. И вот эти периферия картины будущей. Будет розовить, чернить. И немного синить. Поскольку пространство, толща воздуха, синит. Мигание черного, розового и синего в разбиле. Относительно высоты формата. Мы видим, что глаза чуть выше середины. Ну вот, середина у нас и чуть выше середины два глазика. От них вверх идет полосочка. Под ними полосочка. Под ними полосочка. И вот эта грудная полосочка. У нас 50 на 70, а там низ прибавим. Там несколько квадратичнее этот формат. А так, относительно краев, в принципе, мы действуем. От краев легко действовать. То есть, мы видим примерное расстояние. Между ушами помещается ухо. По размеру, обратите внимание, между ушами помещается ухо. Все те же цветики. Розовый, черный, синий. И намного, чтобы рассмотреть в виде шерсти. показываем все это только лишь подкладка под будущий сеанс по сухому где мы с помощью проекта я вам расскажу о проекторе кинем изображение на холст и уточним место расположения уточним место расположения наших черт мордочки волчьей а так пока просто набираем как бы такой набросок сейчас достаточно удобно эту шерстистость набирать и нос возможно будет коррекция место расположения носа и глаз это мы уже кинем изображение на проекторе и отредактируем уточним а зато у нас будет уже мутность задника и шерстяность мордочки к розовому теперь можно добавить немножко охры посмотрим на палитру там вообще практически нет краски и уже немножко теплого цвета а хрена розового начнем наполнять теплинками розовый коричневый можно смешать и черный не только охры а пока это все несколько приблизительно поскольку нам предстоит бросить изображение с помощью проектора то есть просто наращиваем шерстистость и 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 Так, а теперь сделаем проекцию через проектор и будем уточнять рисунок. Итак, друзья, вы видите, проектор кинул изображение на холст. Сейчас нам покажут проектор, как он выглядит. Стоит это изделие всего тысяч шесть рублей. Поэтому, ну это фильмы проектировать на стену, так что можете себе завести тоже. И будет вам очень удобно работать. Сейчас все западные художники пользуются такими проекторами и не стесняются этого. А русские художники стесняются, но пользуются. И друг от друга прячут. И оно как бы неприлично, типа неприлично художнику пользоваться проектором. Проектор должен быть встроен в сознание. Но тем не менее, сами пользуются. И всю жизнь художники искали возможность вот таким образом решать задачу. Поэтому купите и радуйтесь. В любом случае, глаз по мере работы, с каждой новой работой, будет ваш глаз уточняться. Более цепкий будет взгляд. И не будет проблемы с тем, чтобы вы так и не научились рисунку. А зато вы получаете точность. И вот я вот, допустим, могу вот так вращать холст и видеть более конкретно рисунок. То есть... Повращал, ага, все, нашел. Хотя иногда он очень хорошо виден и без вращений. Нас интересуют реперные точки. Нас интересуют реперные точки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, собственно, и все. Поскольку у нас практически только акварельный набор вещества, И сейчас спокойно можем заносить чуть густые белила. И светлые парки быстренько-быстренько наращивать.